Всем привет! Меня зовут Роберт, и это канал Robert T. И сегодня я рад вам сообщить, что мы будем вкладывать 500 долларов в маркет акций. Я буду вкладывать по 50 долларов в 10 компаний. И я делаю это по той причине, что я хочу, чтобы моё портфолио было как можно более разделено на множество различных акций, а не все мои деньги были сосредоточены лишь в одной какой-то конкретной акции. Давайте приступим к инвестированию этих 500 долларов. Сейчас я нахожусь в моём приложении Robinhood в моём аккаунте. На данный момент мой аккаунт имеет 1490 долларов и 71 цент. Моя покупная способность 500 долларов на данный момент. И за последнюю неделю я поднялся на 0,41%, за последний месяц на 5%. За последние 3 месяца 7%, и год и всё время также 7%, так как я инвестирую пока что меньше, чем 3 месяца. Это список моих компаний, которые я уже имею. А вот я также отсортировал список компаний, которые я сегодня буду покупать. И первая компания у нас сегодня, это компания ENB, это Enbridge Company, стоимость которой составляет 38 долларов 67 центов. Довольно хорошая компания, она в основном занимается поставкой газа и масла, то есть это может быть какие-нибудь заправки, и в основном это поставщик газа и масла. Эта компания основана с 1949 года, и за все последнее время, так за неделю, месяц, 3 месяца, год, 5 лет, эта компания в основном растёт. Но вы можете видеть, за последние 5 лет она упала на 3%, но, как видите, это всё было приблизительно в марте 2020 года, когда случилась корона, и уже с того времени она дала в приросте уже приблизительно 30%, и она всё растёт и растёт, и я верю, что она будет продолжаться дальше. Несмотря на то, что мы сейчас в эпохе, когда электрокары и электричество становятся более популярным, я считаю, что бензин всё равно ещё будет очень долго присутствовать в нашей жизни, и что эти компании ещё очень долго будут хорошо выглядеть на рынке акций. Ещё одна причина, почему я выбрал эту компанию, несмотря на то, что она растёт, это её очень хорошие высокие дивиденды. Её дивиденды составляют 6%, 6,40, если быть точным. Из 24 аналитиков 83,3% считают, что эту компанию нужно покупать сейчас. Как вы можете видеть, на её заработке немножко меньше, чем ожидались, а так она, в принципе, очень хорошо себя ведёт на рынке. И давайте приступим к покупке. Как я и говорил, я буду покупать все акции, которые мы сегодня будем смотреть, на 50 долларов. И так, нажимаем кнопку Buy, вводим сумму, 50 долларов, превью. Я куплю 1,29, 2,911, 2,991 акций. И свайп вверх. И я купил акцию ENB на 50 долларов. Нажимаем кнопку Done. Оно предлагает мне инвестировать в эту акцию автоматически каждое промежуток какого-то времени. Но я не хочу этого делать, так что нажимаю Cancel. И переходим далее. Также я уберу эту компанию со своего листа, так как я уже купил и не храню в листе акций, которые я уже купил. Убираем галочку, нажимаем Save. И поехали дальше. Следующая компания, которую мы будем покупать, это компания Main, Main Street Capital. Это также компания, которая занимается развитием бизнеса, финансированием и помогает развитию каких-то маленьких бизнесов и средних бизнесов, которые находятся на рынке. Она существует с 2007 года. Довольно молодая компания. Давайте посмотрим, какие у нее приросты и падения. За последнюю неделю упала, но не на очень много, 0,22%. За последний месяц упала на 5%. Но за 3 месяца она поднялась на 15%, за год на 25% и за 5 лет на 30%. И опять же, я думаю, она смогла бы подняться больше, если бы не корона. И с момента короны, когда она была на самом пике, она стоила 44,90. Сейчас же стоимость 41, то есть она почти догнала тот момент, когда она была до короны. Также она имеет очень хорошие дивиденды, почти 6% дивидендов. Практически во все промежутки времени она показывает больше доход, чем предполагается. И также давайте нажмем кнопку Buy. Вводим сумму, как и всегда, 50 долларов. Кнопка Review, свайд вверх. И мы стали обладателем компании акции Main. И мы имеем 1,2.218255 акции. Нажимаем Done. Возвращаемся обратно. А, извините, я забыл убрать ее с своего листа. Убираем ее с листа. Нажимаем Save. Так, следующая компания, это компания ExxonMobil. Эта компания занимается в основном по производству и переработке нефтепродуктов с 1882 года. То есть она уже очень давно на рынке. Имеет очень хорошие дивиденды. 5,94% дивидендов в год. И 27 аналитиков проголосовали. И 63% из них считают, что эту компанию надо, если вы ее имеете, пока что попридержать. 4% считают, что ее надо продать и 33% купить. Возможно, может быть, не самый лучший вариант покупать ее сейчас. Но я думаю, что, как и из предыдущей газовой компании ENB, Я думаю, она все еще будет долго на рынке. И она довольно перспективная. Как мы можем видеть, она превышает ожидаемые доходы. И я считаю, что эта компания еще долго будет на рынке. С учетом того, что она уже укрепилась на рынке с 1882 года. Нажимаем кнопку Buy, 50 долларов, превью, свайп вверх. И мы купили эту акцию. Дальше я хотел бы показать вам, как мы будем покупать акцию BBL. BHB Billiton. Эта акция стоит 60 долларов 50 центов. И она занимается разработкой, добычей и переработкой сбыта и полезных ископаемых, нефти и газа. То есть, по сути, это практически та же газовая компания. Она также имеет хорошие дивиденды, 5%. Ее приросты за последнее время, за неделю, это на 1%. За месяц она упала на 2%. За 3 месяца упала на 6%. За год она поднялась на 54%. И за 5 лет на 158%. То есть, если бы вы купили эту акцию приблизительно в 2016 году, ваши бы деньги уже поднялись на 158%. И я думаю, что она будет еще расти. И мы сможем увидеть точно такой же результат и в будущих годах. Нажимаем кнопку купить. Купить. Итак, следующая компания, которую мы будем покупать, это компания PM. Ее название Philip Morris. Это табачная компания, основанная в 1847 году. И эта компания постоянно растет. Мы можем видеть, за день она поднялась на 0,12%. Да, за неделю она упала на 0,87%. Давайте смотреть дальше. 2,47% за последний месяц. 11, почти 12% за последние 3 месяца. За год она поднялась на 30%, практически на 30%. Да, за 5 лет она упала на 1,28%. Но опять же, учтите, что была корона и что весь рынок акций упал. То есть, если бы не было короны, то многие бы акции продолжали бы расти и расти. Смотрим. Ее дивиденды составляют 4,93%. 75% аналитиков из 20 считают, что ее нужно покупать. Ее доходность превышает практически, даже не практически, а она превышает во всех полугодиях. И существует эта компания с 1847 года. Мы нажимаем кнопку buy, 50 долларов, review, свайп вверх. И мы обладатели стали компанией Philip Morris. Извините, я забыл убрать ее со своего списка. Следующая компания, которую мы будем покупать, это компания CVX, Chiffron. Это компания, нефтегазовая компания, которая была основана в 1906 году. Ее дивиденды составляют 5%. И, как мы можем видеть, 28 аналитиков, 57% из них считают, что эту компанию нужно покупать. Ни один аналитик не считает, что ее нужно продавать. 43% считает, что ее нужно держать. Так что я считаю, это очень хорошая инвестиция. И компания была основана в 1906 году, что тоже очень хорошо. Так мы можем думать, что эта компания укрепила себя на рынке и будет продолжать нас радовать и в следующих годах. Так же, как и все, покупаем ее. Убираем с нашего списка. И поехали дальше. Следующее, что мы будем покупать, это компания IBM. IBM это технологическая компания. И в основном она занимается облачными хранилищами. Предоставляет базы данных для клиентов, какие-нибудь технологические услуги. И помогает аутсорсинговому бизнесу. Смотрим и производительность компании за последнее время. За неделю она упала почти на процент. За месяц она поднялась почти на 2%. За три месяца она поднялась на 17% почти на 18%. За год на 13,3%. И за пять лет она упала на 2,38%. Ее дивиденды составляют 4,53%. 17 аналитиков проголосовали, 53% считают, что ее нужно держать. 18% считают, что продать и 29% купить. Но даже когда я был маленьким, я слышал про эту компанию. И она была очень успешна. Я считаю, что так как она сохранилась до сих пор, до наших дней, до нашего времени. И я считаю, что это хорошая компания, что она еще покажет себя в будущем. И как мы можем видеть, она также превышает свои доходности в сравнении с тем, что от нее ожидали. Так что я думаю, это очень хорошая покупка. Эта компания также была основана в 1911 году, что тоже очень хороший знак. Потому что эта компания считается довольно опытной. И что она сможет еще держаться на рынке и показывать хорошие результаты. Итак, мы купили 0,3% акции этой компании. И давайте посмотрим дальше. Следующая компания, которую мы будем покупать, это компания Verizon. Verizon очень хорошая компания, очень популярная компания в Америке. Verizon также одна из первых компаний в Америке, даже самая первая компания в Америке, которая начала поддержку 5G. И также это первая компания, которая сотрудничала с рекламой Apple в недавнем анонсе их 12-го айфона. Также компания Verizon работает в очень многих сферах. В основном это коммуникативная сфера. Они предоставляют связь, интернет и всякие стриминги, сервисы. За последнюю неделю она упала на процент. За последний месяц упала на 0,27%. За три месяца 0,07%. За год она поднялась на процент. И за пять лет она поднялась на 13%. Да, мы не можем и не видеть такого огромного прироста, как мы могли видеть в предыдущих компаниях. Однако, мы можем видеть, что это довольно стабильная компания. С довольно стабильными доходами. Дальше мы можем посмотреть, что эта компания приносит 4,44% дивидендов. И 26 аналитиков проголосовали. 73% из них считают, что эту компанию нужно держать и не продавать. 27% считают, что эту компанию нужно покупать. И 0% считают, что эту компанию нужно продавать. За последний год эта компания показывает более высшие доходы, чем предполагается. И также она была основана в 1983 год, что тоже хороший знак. И мы нажимаем buy, 50 долларов, review. Так. Следующая компания, которую мы будем покупать, это компания Абви. Абви это компания, которая занимается разработкой и продажей фармацевтических продуктов. Как мы можем видеть, за сегодня она поднялась пока что на 1%. За неделю она упала на 2,45%. Но за месяц она поднялась на 2,23%. За 3 месяца на 5, почти 6%. За год она поднялась на 25%. И за 5 лет на 90%. Что очень хороший результат. Ее дивиденды составляют 4,42% годовых. 23 аналитика проголосовала. И 74 считают, что ее нужно покупать. 26% считают, что ее нужно держать. И 0% считают, что нужно продавать. Также я хочу заметить, что вам не следует опираться на покупку или продажу акций. Только по аналитике, которую предоставляет Robing Good. Вы обязательно должны делать свои какие-то поиски по другим сайтам, как, например, Yahoo Finance, чтобы анализировать акции и точно знать информацию, нужно ли вам ее покупать или нет. И абсолютно точно не слушайте меня, так как я просто чувак с интернета. И я не какой-нибудь финансовый адвокат, который может помочь или посоветовать в покупке. Я просто чувак с интернета. Также мы можем видеть, что доходность этой компании превышает ожидания. И она была основана не так давно, в 2011 году. Но за последние годы она показывает хорошие результаты. И мы нажимаем Buy, 50 долларов, Review, Swipe Earth. Нажимаем Done. И следующая и последняя компания, которую мы сегодня будем покупать, это компания Goldman Sachs. Goldman Sachs занимается глобальными инвестиционным банкингом, ценными бумагами и управлениями инвестициями. И предоставляет разные финансовые услуги. Также эта компания сотрудничает с Apple в производстве Apple карточек. Это карточка Apple, на которую вы можете поддаваться, если у вас есть iPhone. И давайте посмотрим на производительность этой компании Goldman Sachs. За день она потеряла 0,05%. За неделю 0,59% она поднялась. За месяц она поднялась на 7,53%. За три месяца 13%. За год 75%. И за пять лет на 139%. Что тоже очень круто. У нее не такие большие дивиденды. Всего 1,35%. Но я больше в этой акции ориентируюсь на ее рост. Потому что она очень перспективная. 63% из 27 аналитиков считают, что эту компанию нужно покупать. И она превышает практически во всех промежутках свои доходности. Также она была основана в 1869 году. Что пока из всех компаний, что мы смотрели, это наиболее старшая. Так что это очень перспективная компания. И она очень уже долго на рынке. Что очень хороший знак. И так, как и везде, мы нажимаем buy, 50 долларов, review, swipe вверх. Дан. И мы стали обладателем кусочка этой компании. И на сегодня это все компании, которые я хотел купить. Также я вам сейчас покажу, как изменилось мое портфолио и мой доход с дивидендов годовой. На сайте TrackYourDividends. И давайте окунемся на тот сайт. Итак, мы находимся на моем сайте TrackYourDividends. На данный момент вы видите, что в моем портфолио 993 доллара. Но я пока что не вводил новые акции. И давайте введем новые акции, чтобы посмотреть, как изменилось мое портфолио. Давайте сначала пробежимся быстренько, потому что я сейчас имею в моем портфолио. Это 993 доллара, 34 доллара годового дохода. Вот находятся все мои акции. Дальше мы можем посмотреть мои дивиденды. Это самые высокие, это 4 доллара. Самые низкие, это 2 долларов. И здесь округлено большую сторону дивиденды. Так как на самом деле мои минимальные дивиденды могут доходить до 1.69 долларов. Как вы можете видеть, здесь есть такая табличка, которая более подробно расписывает, в какой месяц, какие компании и сколько в итоге платится вам дивидендов. В моем будущем, в значении моего портфолио, можем увидеть, что в течение 5 лет вкладываю 4.000 долларов. И мои дивиденды будут реинвестироваться. Мое портфолио будет стоить через 5 лет 18.200 долларов. И годовой доход будет составлять 556 долларов. Давайте сразу посмотрим, что будет в течение 25 лет. Нажимаем 25 лет. И этот доход будет составлять 21.020 центов. А теперь давайте перенесемся в мои акции. Как видите, сейчас здесь 991 доллар. Я пока что не вносил новые акции. Сейчас я по-быстрому внесу новые акции. И мы посмотрим, как изменилось мое портфолио. Итак, я внес новые акции. И теперь вы можете видеть, что мое портфолио составляет 1492 доллара. Мой годовой доход увеличился до 58. Здесь вы можете видеть акции, которые я добавил. Goldman Sachs и другие, которые мы покупали. А теперь давайте пройдемся на самую интересную ссылку. И это наше будущее значение. Мы обновляем страничку и смотрим. За 5 лет этот доход будет составлять 674 доллара годовых. За 10 лет мой доход будет составлять 2408 годовых. За 15 лет это будет 5208 годовых. За 20 лет этот доход будет составлять 12719 годовых. И за 25 лет это будет 27645 годовых. И, как вы помните, это при условии того, что я буду инвестировать только 4000 в акции и реинвестировать все свои дивиденды. Также вы можете видеть, что мои дивиденды тоже увеличились. И можем посмотреть это по месячным. 5.22 доллара в мае, 4.96 в июне, 3.71 в июле, 5.22 в августе, 6.63 в сентябре. И, насколько я могу видеть, за ближайшие месяцы, сентябрь и март, это самые прибыльные мои месяцы, это 6 долларов 63 цента. И на сегодня это все, что я хотел вам показать и рассказать. Я очень рад, что вы сегодня смотрели меня. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и я жду вас с новых видео. Если вы хотите, чтобы я снял видео о том, какой у меня был опыт снятия денег с приложения Robinhood, или же полный обзор с сайта Track Your Dividends, то оставляйте комментарии, я читаю все комментарии, которые вы вставляете. И если кто-то ставит комментарий, я обязательно сделаю видео по этим темам. Вы можете получить 3 бесплатные акции в Robinhood, если вы инвестируете в Robinhood хотя бы 1 доллар, когда пройдете по моей ссылке в описании. Всем спасибо и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok